Впервые об этих блоккаузах мы узнали совершенно случайно, когда наши друзья из Польши прислали нам чехословацкие фотографии, сделанные для солдата и офицеров чехословацкого корпуса, на которых были запечатлены совершенно циклопические бетонные сооружения с стенами, массивными башнями, похожие на что-то средневековое. Ну, как-то сразу стало понятно, что это охранные блоккаузы, и, в общем-то, мы даже сообразили, что это имеет какое-то отношение к китайско-восточной железной дороге. Мы потом навели справки у эксперта по архитектурному наследию Манчжури, русскому архитектурному наследию. Ну, вы, наверное, знаете профессора Крадина Николая Петровича из Хабаровска, ну, вот его книги там про русскую Атлантиду и так далее, они достаточно широко известны, вообще про русский хорбин. Ну, вот у этого эксперта мы узнали, поинтересовались, вот действительно это оно. Он не просто сказал, что это оно, а сказал, что вот китайские товарищи считают, что это было построено примерно в 16-м году. Ну, вот, собственно говоря, с этого и началось изучение этого вопроса. Итак, немножко о китайско-восточной железной дороге. Ну, эта железная дорога строилась по соглашению между Россией и Китаем 1896 года. Смысл ее строительства был двойной, даже тройной. Ну, во-первых, когда вели дорогу на Владивосток с Транссибирского магистрата, то сразу стало понятно, что через Манжури ее везти короче. Условия климатические там значительно лучше, чем в районе бассейна реки Амур. Понятно было, что дешевле это все обойдется. И, в общем-то, был соблазн с китайцами договориться, вот эту транзитную магистраль протащить через их территорию. Кроме того, строительство железной дороги на территории Китая позволяло усилить экономическое влияние России в Манжурии, что могло быть выгодным для российского капитала. Кроме того, вскоре возникли аппетиты на дальнейшее продвижение России на юг. В частности, произошел захват Порт-Артура, взятие в аренду. И, соответственно, договорились с Китаем о том, что можно провести железнодорожную ветку и к Порт-Артуру. Ну, вообще-то говоря, история показала, что это была большая стратегическая ошибка весь этот проект. Потому что на огромные русские деньги, деньги бюджетные, государственные, оторванные от насущных народных нужд и нужд государства, провели освоение сопредельной приграничной территории, а не своей собственной. Дело в том, что Манжурия, как таковая, к началу строительства была очень мало населена. Если к началу строительства КВЖД на всей этой огромной территории проживало не больше полутора миллионов человек, то есть вообще практически там никого не было, то уже к 20-м годам 20-го столетия в полосе отчуждения проживало около 13 миллионов китайцев. Это было уже достаточно серьезно. Дорогу не удержали, пришлось вот ее бросить, и потом вот подготовили плацдарм для нападения на собственное владение на Дальнем Востоке за собственные же деньги. И пришлось вкладывать еще больше средств, чтобы что-то этому как-то противопоставить, настолько это возможно. Строить железную дорогу и вдоль Амура, строить потом Байкало-Амурскую магистраль, строить Великую Китайскую стену в Частокол из-за препрайонов. И много-много-много чего хорошего. Ну вот на тот момент решили так. Дорогу строили хорошо и быстро. Где-то уже к 1903 году, летом 1903 года, хотя дорога не была полностью закончена, но уже существовало регулярное пассажирское сообщение Владивостока с Петербургом и Порт-Артуро с Петербургом. То есть уже оно все как-то физически работало. Во время русско-японской войны эта дорога тоже сыграла выдающуюся роль для снабжения русских армий, воюющих в Манжурии. И без этой дороги вообще какая-то война на Дальнем Востоке была бы невозможна. Неприятель бы мог отобрать не только что-то в Манжурии, но и собственно русские территории. В общем история дороги была насыщенной. Она была не всегда благополучной. Но так в 1900 году, во время так называемого боксерского восстания, оказалось, что русская администрация совершенно не готова, ну это естественное состояние любой русской администрации, к тому, что возникнет угроза нападения на эту дорогу со стороны вот каких-нибудь местных недоброжелателей, каковыми оказались так называемые участники боксерского восстания, кулаки праведной гармонии. Это восстание было направлено на силу и реакцию, низший характер, было направлено на консервацию средневековых порядков в Китае, на убийство иностранцев и все, что иностранцами делается, в частности, на разрушение железных дорог. И прогнившая к тому времени до основания китайская императорская власть попыталась вот этим народным движением воспользоваться. То есть фактически в интересах этих самых боксеров стали использоваться китайские правительственные войска. Ну, само собой разумеется, что оно, это восстание было подавлено, в том числе и в Манжурии, куда были введены русские войска. Но железная дорога была разрушена, и срок ее сдачи отодвинулся, ну, наверное, примерно на год. Ну, также и строители дороги, персонал дороги понес какие-то потери. В общем-то, стало понятно, что дорога проходит по территории, которая в любой момент может стать враждебной, и нужно вообще-то что-то в военном отношении здесь делать. Ну, был сформирован для защиты полосы отчуждения китайско-восточной дороги Заморский округ отдельного корпуса пограничной стражи, вот именно так, округ корпуса, а не наоборот. И там в составе этого округа было сформировано, по-моему, четыре пехотных бригады и восемь кавалерийских полков. Это была серьезная военная сила. Ну, пограничники, которые разместились в Манжуре, вели фактически непрерывную войну со всякими мелкими бандитскими шайками, охраняли ключевые сооружения китайско-восточной дороги. И, в общем-то, это были, наверное, одни из самых боеспособных войск в Российской империи, потому что, ну, какую-то войну они вели практически непрерывно. Ну, они с честью прошли и через русско-японскую войну. И вот в русско-японскую войну, когда давление со стороны неприятельской агентуры, со стороны спонсируемых японцами китайских бандитов на железную дорогу резко возросло, пришлось уже применять меры и для какой-то фортификационной подготовки железной дороги. Ну, изначально, изначально в сметную стоимость заложена фортификационная подготовка не была. Да, некоторые отдельные сооружения имели какое-то охранное оборудование, но оно было самым-самым минимальным и неадекватным данной ситуацией. Ну, оборонять всю линию железной дороги, особенно с помощью фортификационных сооружений, ну, посмотрите, просмотрите вот протяженность этой дороги. Ну, после русско-японской войны, правда, японцы немножко облегчили, где-то в районе станции Кончинзы эту дорогу перерезали и южную часть отобрали себе. Ну, тем не менее, все равно пространство огромное, укрепить всю дорогу нельзя, а на самом деле и не нужно. Потому что, если дорога даже будет разрушена какими-то бандитскими шайками, просто полотно дороги как таковое, то при надлежащем надзоре и патрулировании оно как будет разрушено, так и будет восстановлено. Но гораздо хуже, если одномоментно какой-то достаточно сильный воинский отряд, пусть он потом даже погибнет в результате действий охранных войск, пройдет к ключевым сооружениям. Ну, какие ключевые сооружения, вот разрушение которых могло вывести железную дорогу надолго и, соответственно, отрезать южно-уссурийский край от Российской империи? Это, прежде всего, главный тоннель на Хинганском христе. Вот, где-то он вот здесь. Большой Хинган. Соответственно, там был тоннель. Дальше, мосты. Ну, мост, самый главный мост, это мост через Сунгари в Харбине. Его тоже надо было укреплять. Дальше, в районе Цицикара, у станции Фуларди, мост через реку Нодни. Это довольно серьезный приток Сунгари. Дальше, на востоке, мост через реку Муданзян. Это тоже серьезный мост, имевший ключевое значение. На южной ветке мост через реку Лялинхэ и мост, опять же, через реку Сунгари. Второй Сунгарийский мост. Вот, собственно говоря, там нужно было что-то делать. Что было сделано во время русско-японской войны? Там были возведены каменные блокгаузы, ну, какие-то вот опорные пункты, ну, в общем-то, каменный забор по углам полубашни, невысокие. Были там возведены полевые укрепления. Ну, вот известно, в частности, что, ну, вот всегда владивостокские инженеры почему-то имели отношение, которые либо то, либо после были связаны с владивостокской крепостью, имели какое-то отношение к этому строительству. Ну, в частности, занимался строительством тет-депонов, то бишь предмостных укреплений на КВЖД военный инженер Константин Николаевич Кудрявцев, будущий строитель форта номер один Владивостокской крепости. Вот, известен этот факт из его послужного списка. Ну, тем не менее, это фортификационное оборудование носило импровизированный характер, было сугубо временным, и большого толку от него все-таки не было. Со временем там все просто разрушалось. Ну, с Китаем отношения были нормальные, с японцами, как ни странно, после русско-японской войны, вот этой злейшей, которая закончилась, ну, не совсем ничью, а все-таки поражением России, как ни странно, отношения были тоже хорошие. Японцы, в общем-то, поняли, что Россия очень серьезный противник, и второй раз с ней воевать почему-то вот уже очень сильно не хотели. И как-то нужды заниматься приведением железной дороги в обороноспособное состояние не было. Ну, немножко о железной дороге. Вот до того, как начали строить там фортификационное сооружение, вот как выглядел восточный портал Хельганского тоннеля. Никаких фортификационных здесь объектов нет, кроме стрелковой галереи. Вот видите, здесь сделаны щелевидные бойницы для обстрела в подступах к тоннелю. И, собственно говоря, все. Кроме Хельганского, ну, Хельган, подъем на Хельган, в общем-то, был оборудован очень интересно и в инженерном отношении. Ну, помимо того, что существовал очень длинный тоннель, сейчас на вскидку не помню сколько, ну, там чуть ли не до трех километров, порталы которого требовалось укрепить, для того, чтобы сэкономить на земляных работах, вот выход из этого тоннеля сделали достаточно высоко, и железная дорога плавно спускалась вот такой петлей. Вот она делала петлю, спускалась вот в эту котловину, и дальше ныряла под саму себя, где была оборудована так называемая труба, тоннель под железной дорогой. Ну, вот тоже вот это место, петля, разрушить подрыв вот этого тоннеля, вот этой трубы, он тоже мог бы существенно осложнить железнодорожное движение, его тоже требовалось как-то укреплять. Ну, дорогой управлял фактически все время ее существования до 1920 года включительно военный инженер генерал Хорват. Ну, и недаром территорию КВЖД называли Счастливая Хорватия, потому что это был очень ловкий администратор, очень хитрый политик, который хорошо построил отношения и с китайскими властями, и с персоналом дороги, и с представителями других иностранных держав, и понимал, в общем-то, толк в коммерции. Это был идеальный управляющий, под руководством которого эта дорога благополучно работала. Он смог достаточно быстро подавить там вылазки большевиков, разогнать Харбинский совет так, чтобы минимизировать потрясение. Ну, вот во время Гражданской войны его вот эти способности как-то по-хитрому все уладить, они оказались недостаточными. И хотя он пытался решать вопросы деньгами, но вот он породил такое чудовище, как Атаман Семенов на деньги КВЖД возникло. Это движение было профинансировано. В общем, организовать, хотя эта территория была естественным плацдармом для тех сил, которые могли сопротивляться большевизму, вот организовать это толком он так все же и не сумел. В 1920 году, когда ситуация более или менее выяснилась, дорогу приватизировали китайцы, тем более, что Советская Россия дала им такую возможность, ну, потом уже, как после утверждения здесь советской власти на Дальнем Востоке, железная дорога была в совместном советско-китайском владении, 50 на 50. И дорога, кстати, в то время наконец-то начала приносить прибыль. Вот те деньги, которые были в нее вложены, они стали давать большую экономическую отдачу. Вся эта идиллия продолжалась недолго, потому что китайцы попытались, манжурские правители попытались эту дорогу просто в наглую захватить. Это событие 29-го года, конфликт на КВЖД кончился. Он традиционно для подобных конфликтов образом. Англичане, например, просто злорадствовали, но они говорили, ну вот вы там говорите про пролетарский интернационализм, про солидарность с угнетенными народами Востока. А вот вы собрали военный кулак, качественно стукнули, и все у вас получилось. Ну всегда бы так делали и учились у нас, вот как с ними, с этими китайцами надо обращаться. Ну, правда, надо отдать должное, отличие имелось. То соглашение об эксплуатации железной дороги совместная, которая была нарушена китайцами в 28-м году, в 29-м году оно было полностью восстановлено без каких-либо изменений в пользу СССР. То есть просто восстановили то, что было. Но дальше все равно нормальной жизни у этой дороги не получилось. В 31-м году японцы начали вторжение в Манжурию. Манжурию они где-то к 32-му году захватили. К 34-му году они полностью вышли на всю линию советско-китайской границы. Намерения у них были, как возле гор ясны, отторжение советского Дальнего Востока. И в этих условиях они развернули серию провокаций, в обстановке которых нормально функционировать дорога не могла. Ну и вот Советский Союз был вынужден эту железную дорогу продать за бесценок, за ту цену, которую назвали японцы. Вывести персонал, тот, который те, кто хотел уехать, имел, мягко говоря, неосторожность это сделать. Потому что потом, естественно, первая волна эвакуировавшихся с КВЖД, она, конечно, подверглась самым страшным репрессиям, вот этот бывший русский персонал дороги. Ну, те, которые остались, в общем, они не прогадали, потому что у них потом была возможность оттуда и выехать в другую сторону. Да и когда уже они попали в Советский Союз, ну, шансов выжить там было все-таки уже немножко после войны больше. И после того, как права СССР на китайско-восточную дорогу были восстановлены в 45-м году, после разгрома Японии, ну, было принято решение передать эту дорогу Китаю, что и было сделано, если не ошибаюсь, кажется, в 50-м году или в 52-м. Тогда же было принято решение, это о передаче, о возвращении китайцам в Порт-Артура. Ну, реализовано оно было уже при Хрущеве, а принято оно было еще Сталином. И, в общем, эту дорогу мы потеряли навсегда. Как транзитный коридор, она не работает. Ее еще японцы перешили на европейскую колею, на более узкую. Связываться с перевалкой грузов из одних вагонов в другие никто не захотел. Адекватная система мощной замены колесных тележек, как это сделано на границе бывшего СССР и Европы, тоже никто не стал делать. И, в общем-то, дорога имеет важное внутрикитайское значение, а вот как транзитная для СССР, она осталась бесполезна. Ну, и для России сейчас то же самое. Ну, немножко вернемся к теме наших блокгалузов. Ну, я не буду говорить подробно о том, как эти блокгалузы возникли. Ну, у нас была мысль, вообще-то говоря, что эти сооружения – это естественная реакция на события Первой мировой войны. Дело в том, что Первая мировая война, столетие которой мы отмечали, пошла совсем не так, как предполагали те, кто ее затевал. Причем ход войны был неожиданным для всех. И для немцев с австрийцами, и для французов с англичанами, и для России. Никто не знал, что воевать можно так долго придется. И что это потребует гигантского напряжения экономики, что потребуется завозить боеприпасы, потребуется завозить машины, оборудование, оружие, сырье для химической промышленности. Дело в том, что экономики европейских стран более развитые, они на вызов войны с некоторым опозданием, но смогли ответить. В России все было гораздо хуже, возможности были немножко не те. Поэтому пришлось все увозить из-за границы. Заграница была, в общем-то, готова поделиться, но физически ввести через порты Черного моря было невозможно. Босфор был заблокирован. Балтика, но аналогичный случай, там немцы. Север. Так на север не было нормальной железной дороги, даже до Архангельска. До Архангельска была убогая узкоколейка от Вологды, и фактически железную дорогу в Архангельск пришлось прокладывать уже в ходе самой Первой мировой войны. Ну, к незамерзающему порту, об использовании которого, ну, Романов на Мурмане, нынешний Мурманс, говорили еще во времена Александра Третьего, и что было просаботировано во времена царствования Николая Второго, тоже речи быть не могло. Туда железную дорогу сделали только вот к середине 1917 года, как раз вот к революции и поспели. Значит, оставался Владивосток. А Владивосток, это далеко, это надо вывозить по железной дороге. Единственной железной дорогой тогда была вот эта самая КВЖД, потому что даже Амурская железная дорога, она была введена в строй, ее начали строить вскоре после русско-японской войны, только в ходе самой, ну, году в 16-м, по-моему, в 16-м году там уже как-то ходили или менее, ну, и мост на Амуре когда сделали. Значит, весь вот этот гигантский поток военных грузов для Российской империи обрушился на эту самую КВЖД. Ну, кроме того, кроме того, такой же поток грузов, японцы были союзниками России во время Первой мировой войны, подставили, так сказать, плечо, поскольку имели и свои собственные интересы на германские колониальные владения на Тихом океане. Японцы наладили снабжение Российской армии через свой порт Дэйрен, бывший русский Дальний, и по южной ветке Китайско-Восточной дороги тоже пошли грузы на Россию. Ну, на станции Куанчинзы были проложены параллельно русские пути, японские пути, ну, китайцы, благо рабочая сила была дешевая, просто перетаскивали грузы из одних вагонов в другие. Вот такой способ снабжения Российской армии тоже существовал. Мы, честно говоря, и думали, что строительство вот этих блокгаузов, это и был ответ на вызовы времени. Но дело в том, что войска Заумурского округа корпуса пограничной стражи в 1915 году были отправлены на фронт. Вместо них три дивизии стрелковые были образованы, и четыре кавалерийских полка. Это сила, конечно, могучая. Вместо них ввели ополченцев, ну, дружины государственного ополчения. Качество ополченских войск, они были намного хуже. И, соответственно, резкое ослабление военных возможностей России в полосе отчуждения КВЖД надо было чем-то компенсировать. И компенсировать, естественно, пришлось строительством блокгаузов. Ну, тем более, что вот были данные о том, что их строили в 16-м году активно, ну, да, вот так как-то все и получалось. Рассталось красиво. Ну, вот оказалось, что жизнь и история, она, в общем-то, идет не так, как вот нам кажется разумным или рациональным, а может как-то идти по-другому. Мы не учли в своих построениях предыдущей истории Китая. Ну, в Китае, как известно, в 1911 году началась революция, в ходе которой рухнуло императорское правительство. Но образовалось временное правительство Юаньши Кая, которое не контролировало толком этот самый Китай. Китай стал элементарно разваливаться на отдельные куски. Провинции взяли себе очень много автономии. Дальше, как всегда в таких случаях, возникают национальные освободительные движения на окраинах, которые пытаются подавлять, но из этого, как всегда, ничего не получается. Это, в частности, вот в Синьцзяне были проблемы. Проблемы возникли в Манчжурии, проблемы возникли в Монголии, внешней Монголии, которая была, вообще-то говоря, под номинальным управлением Китая, которая боролась за свою автономию. Ну, в конечном итоге, после того, как там случилось антикитайское восстание, оно там даже победило. Ну, вот России удалось как-то эту ситуацию разрулить, и вот эта самая Монголия получила официальную автономию, но Россия гарантировала сюзеренитет Китая над этой автономией. Вот заварилась масса таких событий. Активизировались резко банды хунхузов. Новые правители нанимали активно этих хунхузов в собственные регулярные вооруженные силы. В общем-то, заваривалась неприятная история, и руководители, ответственные руководители страны, начали вспоминать события 1900-1901 годов. Надо было что-то делать. Ну, первым забил тревогу командующий Иркутским военным округом Алексей Ермолаевич Эверт. Ну, подытожил все соответствующие соображения и обратился по команде к военному министру Сухомлинову. Военный министр Сухомлинов, который, в общем-то, несколько раз проезжал по этой железной дороге по Владивосток, хорошо представлял себе состояние дела, он разделил тревоги своего подчиненного, он обратился к министру финансов Коковцову и выделил соответствующее денежное сигнование. Ну, Коковцов, он, по-моему, в то время уже был премьер-министром, еще помимо того, что министром финансов. Коковцов тоже поддержал эту идею, потому что, ну, вот КВЖД, это же детище Министерства финансов, вообще-то говоря, и пограничная стража подчинялась, и строительство... Ну, неужели Министерство финансов не нашло бы деньги на стройку, которая ведется в интересах Министерства финансов? Ну, это было бы, по крайней мере, смешно. Эту идею он поддержал. Дальше было принято решение о выделении денег. Сумма денег обсуждалась. Она колебалась где-то от 700 тысяч рублей до примерно полутора миллионов рублей. Обсуждались разные варианты. Ну, вариант был такой, экономичный, при котором бы пришлось потратить больше денег, как всегда, в результате экономии. Сначала построить временное сооружение, ну, вот опыт строительства временных сооружений в времен русско-японской войны ничего не научил, а потом на их месте постепенно строить долговременное. Ну, это увеличивало бы расходы. Ну, умные головы в военном министерстве эту идею отвергли. Дальше подключили к делу военных инженеров. В частности, специальный доклад по блокгаузам на КВЖД делал никто иной как. Ну, вот опять говорю, с Владивостоком пересечения военный инженер, инженер-генерал Вернандер, тот самый, который был особо уполномоченным лицом по усилению Владивостокской крепости. Вернандер к тому времени был помощником военного министра и фактически фигурой номер один в России, имевшей отношение к инженерному делу. Ну, Вернандер назвал ключевые точки КВЖД, которые обязательно надо укрепить. Ну, вот я их уже называл, потом мы еще раз просмотрим в ходе слайд-шоу. Тоже разделил точку зрения, что надо строить. Было приказано провести подробные рекогностировки, составить сметы, приблизительные сметы и примерные ориентировочные проекты только для исчисления смет. Были составлены. Ну, кто был в рекогностировочных группах, мы, к сожалению, не знаем, но какие-то наработки были, и наработки были очень серьезные. Дальше собрался Совет Министров уже в начале 2014 года. Вот Совет Министров принял решение строить. Вот не быстро в Российской империи вообще-то дела решались. Ну, тем не менее, меньше, чем за год, вот уже подумали, разобрались дальше. Где-то в течение месяца император наложил резолюцию, что да, надо строить, все. Но начались события, начались события более интересные, более важные. И вот этот проект, он естественным путем умер, потому что началась Первая мировая война. Но, опять же, с одной стороны, события 2014 года, они очень резко отвлекли военное министерство от строительства каких-то блокгаузов в интересах министерства финансов на какой-то богом забытой дальневосточной железной дороге. Но после того, как война стала затягиваться, ну, этот проект получил второе дыхание. И то, что были сделаны проработки, были сделаны какие-то расчеты, конечно, это все существенно облегчило дело. Было принято решение строить. Ну, для того, чтобы началось какое-то реальное строительство, прежде всего, вот нужно что? Назначить ответственного человека. Вот такой ответственный человек и был найден. Вот, спасибо Николаю Петровичу Крабину, он нам этого человека нашел. Значит, это был Владивостокский военный инженер. Сейчас я найду про него информацию, что-то не сочинить чуть-чуть лишнего. Это был военный инженер, полковник Рахманов Александр Андреевич. Значит, Рахманов был одним из лучших инженеров, который строил, да, Александр Андреевич Рахманов. Ну, честно говоря, не очень понятно, кто это был, кем он был по национальности, потому что такую фамилию может носить кто угодно. Да, у него было русское имя, отчество, да, он был православный. Ну, кто он был? Это мог быть татарин. В то время очень по-разному, очень вольно обращались с написанием фамилий, особенно с фамилией, которые шли из иностранных языков. Ну, скажем, он мог быть Рахмановым с тем же успехом, он мог быть, соответственно, при таком раскладе и таджиком. Ну, в пользу этой версии говорит то, что он, в общем-то, потомок каких-то сибирских инородцев. Говорит о том, что он, значит, родился он в 1885 году, образование он получил в сибирском кадетском корпусе в Омске, который закончил в 1902 году. Ну, дело в том, что у детей среднеазиатской аристократии, вот всех этих там Баев, Ханов и так далее, вот путь выбиться в большие люди в Российской империи был только один. Вот эти несчастные азиатские детишки, избалованные, опять же, богатой жизнью в теплом климате, они попадали в Омский-Сибирский кадетский корпус. И климат не тот, и порядки не те. Ну, вот если они это все выдерживали и заканчивали этот сибирский кадетский корпус, дальше они совершенно спокойно поступали в любые высшие военные учебные, ну, не высшие, а средние учебные военные заведения Российской империи и делали потом блестящую карьеру. Вот школа этого сибирского кадетского корпуса была очень и очень серьезной. Ну, вот, таким образом, вот они все-таки интегрировались в русскую элиту уже без всяких скидок на происхождение. Значит, в 1902 году, после кадетского корпуса, Рахманов поступил в Николаевское инженерное училище, дополнительный класс закончил в 1905 году. Интересно, что в обоих учебных заведениях его имя было занесено на мраморные доски, как окончившего их первым. По окончании училища он отправился в Манжурию, где принял участие в боевых действиях русско-японской войны в составе первого восточно-сибирского саперного батальона. То есть он был знаком с театром военных действий. В 1910 году он опять же первым закончил дополнительный курс Николаевской инженерной академии со званием военного инженера. С 1910 по 1913 год Рахманов состоял производителем работ по постройке Владивостокской крепости. Ну, дело в том, что те инженеры, которые получили строительные участки о Владивостокской крепости, это были выпускники не 10-го года, а выпускники 9-го года, 8-го года, 7-го года. Александр Андреевич просто опоздал. Попал он к шапочному разбору, но, тем не менее, работу ему нашли. Он занимался строительством мортирных батарей номер 1 и номер 2, они же 300 и 301 на Горностае. Вот с 1910 по 1913 год он проводил там работы. Начинал эти работы до него еще Шилаем, когда там набивали основание, и которому помогал Унтербергер. А вот нормальные бетонные казематы отстроил Рахманов. Кроме того, Рахманов прославился тем, что в 1912, если не ошибаюсь, году он составил проект очень интересного опорного пункта впереди форта номер 6. Вот расчлененный опорный пункт. Там, знаете, вот такая очень-очень узкая гряда высот с очень крутыми, почти обрывистыми склонами, имеет место быть, вот так отходит от горы Сиданка на северо-запад. Вот на трех вершинах он расположил расчлененный опорный пункт очень и очень оригинальной конструкции. Ну вот в наших книгах чертеж этого опорного пункта приводится. Ну, можно предположить, что этот проект вызвал интерес. Ну, к сожалению, он не был осуществлен, только дорогу пробили по этому хребту совершенно бессмысленную и ненужную. Я никогда не понимал, зачем она там вообще. Ну, дорога в никуда. Да, ну вот тем не менее, это были какие-то подготовительные работы к строительству этого опорного пункта. Ну, после этого Рахманова из Владивостока изъяли. Изъяли его в Петербург. И дальше он был преподавателем в Николаевском инженерном училище, в Николаевской инженерной академии и ряде других военных учебных заведений Петербурга, где вот он читал инженерное, саперное дело. Перешел на преподавательскую и научную работу. В Первую мировую войну он был откомандирован в распоряжении начальника инженеров крепости Ивангород. Ну, это польский демблен. Ну, в Ивангороде это известная эпопея, которую проводил фон Шварц, когда строились временные позиции, на которых удалось задержать неприятеля. И неприятель там был отброшен. То есть там много чего интересного в этом Ивангороде было. И, конечно же, вот инженер, Рахманов был инженером с уникальной практикой. То есть он хорошо знал Манчжурию, он там воевал. Он имел опыт серьезных бетонных работ во Владивостоке. Он просто был очень грамотным инженером, с богатым воображением. И, наконец, он еще и получил опыт Первой мировой войны. Кандидатура была идеальная. Вот в 1915 году Рахманова отозвали с фронта. И он отправился на КВЖД проектировать и строить вот эти самые блокгаузы. То есть мы знаем, по крайней мере, человека, за которым стоит вот это большое дело. Ну, после того, как работы были закончены, Рахманов был назначен в 1919 году уже при Колчаке производителем работ военного ведомства на Томской железной дороге. А после падения Колчака он вернулся в Манчжурию, занимался строительными работами в Харбине, а затем переехал в Шанхай, где и умер 1 сентября 1943 года. Ну, строительство блокгаузов, по нашим данным, оно велось активно, наиболее активно в 1916 году. Действительно, вот наши друзья, которые побывали в Российском государственном историческом архиве, это школьный черныш, наши коллеги, вот они совершенно случайно, изучив отчеты об успехах работ по крепостям Российской империи за 1916 год, вот обнаружили отчет, в том числе и о строительстве блокгаузов на КВЖД, где были перечислены все объекты, где было характеризовано состояние работы. К концу 1916 года они в основном, эти блокгаузы были готовы, достройка их велась в 1917 году, и в общем и в целом она была как бы и закончена. Ну, немножко о том, что представляли собой эти сооружения. Ну, мы сейчас посмотрим по фотографиям. Ну, дело в том, что сооружения эти строились, вот вид уже даже по этой фотографии, это восточный портал Кинганского тоннеля, уже видно, что они напоминают какие-то средневековые сооружения, имеют ограждающие стены, открытые всем ветрам, большие там окна, закрытые броневыми ставнями. Конечно, противник, обладавший мощной артиллерией, разделался бы с ними достаточно быстро. Но вот диверсионная группа, конечно, любая бы, даже с легкой артиллерией, она бы уже обломала о них зубы. То есть это именно охранная, противопартизанская фортификация, которая могла позволить себе, ну вот, иметь в себе какие-то архаичные черты более древние. Вот обратите внимание, что здесь к порталу пристроена башня только с одной стороны. А поскольку места не хватило для второй башни, то ее подняли наверх, и вот она получила еще более широкий сектор обстрела. Ну и стрелку угорели, продлили до нее. Вот та самая труба на петле Бочарова. Никаких гауссов там еще нету, а вот стоят эти самые русские часовые, с ним общается о чем-то китаец. Ну, согласно уставу о караульной службе, наверное, это все вполне в порядке вещей. Дальше. Ну вот еще очень интересный снимок восточного портала КВЖД. Вот здесь опять видна вот эта башня, портал, и непосредственно полубашня, примыкающая к входу в тоннель, к самому тоннелю. Ну, вот это, если память не изменяет, мы определили как один из блокгаузов на реке Муданзиан. Ну вот посмотрите, подражание средневековому стилю, конечно, абсолютное. То есть думали, все сооружения КВЖД, они делались еще и красивыми. Ну вот это сооружение, оно, конечно, это явно подражание средневековью. Вот эти самые машикули, то есть дырки, через которые там всякими нечистотами, кипятком и прочими радостями поливали неприятеля или могли, скажем, стрелять стрелами там из звука, конечно, они носили только декоративный характер. А вот верхний ярус обороны, где вот эти самые зубцы, это уже да, там могли располагаться стрелки и вести огонь. Ну, тоже, видите, какие-то амбразуры побольше, какие-то амбразуры поменьше. Ну, видимо, для пулеметов и легких орудий одного типа, другие больше для винтовочной обороны. Ну, в этих блокгаузах, кстати, они были оборудованы так, что караул мог в них жить постоянно. То есть это фактически жилые здания, очень хорошо приспособленные к обороне. Ну, наш замечательный мост через реку Сумгари. Блокгауз на городской стороне. Ну, блокгаузов всего на мосту было четыре. С одной стороны был большой блокгауз, с другой малый. И на противоположной стороне было то же самое. Блокгаузы на городской стороне, они все сохранились, используются, один из них используется по прямому назначению. Ну, вот, правда, Николай Аюшин говорил, что вроде бы закрыли этот мост исторически через Сумгари, там можно совершенно спокойно лазить. То ли другое место они его будут делать. Непонятно. Ну, вот, было достойно. Вот, посмотрите, само сооружение, оно очень интересно спроектировано. То есть все-таки худо-бедно. Вот эти архиверийские амбразуры, они как-то прикрыты вот какими-то выступами. Дальше взаимное фланкирование поверхностей. То есть это не просто какая-то круглая башня. Ну, и об архитектуре тут, конечно, тоже очень и очень много думали. Это сооружение выразительное. Причем выразительность достигнута самыми вот экономичными средствами. Ну, на противоположной стороне реки тоже, как видите, стоит блокгауз. Ну, вот к этому самому блокгаузу потом наш соавтор вот так проходил и делал со стороны моста фотографию. Дальше. Это серия чехословацких фотографий. Вот тех самых, которые попали в наше распоряжение. Ну, не совсем прямым путем, но от работников Чешского национального военного исторического архива вправо. Вот смотрите, поезд поднимается к петле Бочарова. Бочаров — это инженер, который строил. Один из инженеров, главный, который строил тоннель. И придумал вот эту петлю. Вот дорога идет поперед, вот дорога идет вдоль. На входе блокгауз. Обратите внимание, что никаких зубчиков-то на крыше нет. А почему? А понятно почему. Потому что насыпь выше, чем возможный ярус открытой обороны. Подставлять людей под обстрел с насыпи было бы безумием. Поэтому просто крыша засыпана землей. Дополнительное усиление. А ярусы открытой обороны там нет. Другой блокгауз на другой стороне. У меня тоже вот видно, что поезд входит в этот самый тоннель и выходит из него. Он под двойной тягой идет. Паровоз спереди и сзади. Не очень угадаешь, в какую сторону оно движется. Это фотография из альбома американского 31-го пехотного полка, который высаживался у Владивостока и который был на КВЖД. Вот, посмотрите. Тоже один из блокгаузов петли Бочарова. Петля, конечно, была защищена хорошо. Вот общий вид на петлю. Вот, посмотрите. Вот, да, вот здесь еще явно какие-то водопроводственные трубы. Ну, там все-таки река. Вот, западный портал. Мы, честно говоря, первое время думали, что там две разные фотографии. Думали, что это разные порталы. Ну, нет, портал один и тот же. Ну, вот стандартное решение для кинганских тоннелей. Это одна башня, вторая башня и стрелковая галерея между ними. Ну, посмотрите, климат суровый какой. Вот этот парк от паровоза как раз вот на фасаде тоннеля и замерз. Ну, могучее сооружение. Это вид на тот же самый портал, но сзади. То есть, как оно выглядит наверху. Вот это, грубо говоря, верхушки башен, соединенные между собой стрелковой галереей. Оборона круговая во все стороны. Собственно говоря, сверху-то туда и вход. Ну, вот еще один снимок западного портала. Да, да, да. Есть и снизу. У стрелкового галереи сверху. Ну, к сожалению великому русские инженеры очень торопились. И изыскания сделали не очень хорошо по гидрологии. Ну, и пришлось вот в ряде случаев, потом уже японцам, менять трассировку дороги. Мосты оказались подверженными ударам стихии. Ну, вот так, например, в 1932 году, вот нам стал известен по публикации в Харбинской газете «Голос», эту публикацию нашел Николай Петрович Крадин, произошел совершенно ужасный, безобразный случай. Во время сильного летнего августовского тайфуна Сунгари вышла из берегов и начала активно подмывать мост. Ну, начала она его подмывать с блокгауза, где сидели охранники. Ну, ситуация была тогда довольно странная. Была так называемая полиция КВЖД, которая подчинялась Китаю и в которой служили русские граждане. Дальше был управляющий дороги советский инженер Толстов, присланный из Советской России. Ну, и тогда вот полицейские, белые мигранты, враждебные, это еще какая-то китайская полиция, доложили, что там нехорошо, что блокгауз подмывает и есть угроза мосту, он не поверил. Ну, правильно, как человек, приехавший из европейской части России, может всерьез относиться к тому, что в августе, возможно, какое-то наводнение. В Европах же так не бывает. Ну, и в результате он сказал, что пусть охрана не беспокоится, что он отдаст все распоряжения, что он инженеру-участковому даст необходимые указания, и по российскому раздолбайскому обычаю никому не сказал ни слова. Утречком, когда начальник охраны КВЖД пришел проверить посты, он не увидел просто блокгауза вообще. История умалчивает о судьбе охранников, но, скорее всего, она была трагична. Благоуза просто не было. А волны уже бились в насыпь возле самого моста. Ну, только после этого управляющий дорогой проснулся, были двинуты там поезда с балластом, начали производиться заградительные работы, стали там насыпи отсыпать, укреплять. Ну, вот один из блокгаузов таким образом погиб. Дальше аналогичный случай был похожий на реке Нонни, но об этом, правда, литература умалчивает. Но это мы сейчас можем посмотреть. Вот блокгауз под Харбином, он исчез без следа. Там хоть следы какие-то остались. Ну, продолжаем с востока на запад. Это мост через речку Муданзен бывший. Опоры моста, разобранные японцами. И вот вокруг этого несуществующего моста там и самый блокгауз. Дальше. Ну, вот один из этих блокгаузов. Вот посмотрите, какая красотища. Тоже ярус открытой обороны. Машипули менее развитые. Бразуры разного назначения. Вот еще снимок блокгауза. Удивительно вообще красивое сооружение. Этим блокгаузам пришлось даже немножко повоевать. Ну, дело в том, что когда в 45-м году советские войска продвигались к Муданзену, вот блокгаузы использовались частично по первоначальному назначению. Ну, советская артиллерия даже по ним немножко постреляла. И вот здесь виден след попадания. Вот видите, вот такая выщерблена. Ну, не знаю, какой калибр. Наверное, все-таки серьезный какой-нибудь достаточно. 122. Ну, да, наверное. С таким вот кулацким обрезом в пиле. Ну, вот посмотрите, как уступами сделано. То есть уступы немножко прикрывают от обстрела амбразуры. Вот отпечатки. Три, по-моему, здесь видно попадания с 45-го года. Одно побольше, два поменьше. Наверное, разные калибры. Вот этот побольше. Очевидно, там... Тут еще в угол попал. Ну, еще в угол попал. Конечно. Бетон, кстати, хороший. Вот, заметьте, он дальше коррозии бетона не происходит. Хотя, в общем-то, поверхность нарушена. То есть бетон нормальный. Кремль, это хороший. Дальше. Ну, это уже современная фотосъемка, сделанная в городе Харбини. Как видите, караульный городок классический. Там часовые, часовые, какие-то агитационные материалы. Блангаус до самого последнего времени использовался по первоначальному назначению. Фото Николая Петровича Крадина. Ну, по поводу современных фотографий, сделанных на КВЖД, скажу, что они у нас из нескольких источников. Ну, первым туда прорвался Крадин. Он поработал хорошо в районе Харбини. Собственно, в Харбини. Дальше. Есть такой товарищ, который пишет про кунхузов очень хорошо. Некто Киселев, он же Ершов. Вот он поделился своей фотосъемкой блокгаузов на КВЖД. Ну, двое наших коллег. Вот Александр Евгеньевич и Денис Николаевич. Вот они сделали весьма впечатляющий тур по КВЖД. И произвели фотофиксацию объектов культурного наследия. Ну, кстати, китайцы тоже считают, что это объекты культурного наследия. В этом плане у них все хорошо. Это малый блокгауз в Харбине на городской стороне. Аналог того, который был смыт на противоположной. Дальше. Вот это исторический кадр, снятый Николаем Петровичем Крадином с блокгаузом на противоположной стороне реки, на левом берегу реки Сунгари. Снято как раз вот с моста. Ну, как говорят эксперты, иероглифы гласят, что мы любим свою родину или что-то в этом духе. Все оформлено достаточно красиво. Ну, вот это уже, если мне память не отшибло, это Фуллерди. Это один из блокгаузов в Фуллерди, расположен на территории цементного завода. И человек, который сделал эти фотографии, жесточайшим образом пострадал. Ну, как всегда, разгильдяйский сторож цементного завода пустил на территорию постороннего иностранного проходимца с фотоаппаратом. Ну, вот такая хорошая страна Китай, люди там добрые. Но не предупредил о том, что там внутри где-то разобраны лестничные марши, где-то имеются дыры. А человек был неопытный. И вот он решил сфотографировать сначала, сфотографировал снаружи, потом пошел фотографировать интерьер. Короче говоря, несколько ребер он там сломал в результате. Ну, отделался, в общем-то, относительно легко. Флешка-то сохранилась, и вот мы можем смотреть. Ну, остальное не так важно. Вот, посмотрите тоже, очень-очень характерное строение, очень характерное очертание блокгаузов. Вот они сделаны уступами так, чтобы вот поверхности разные, их можно было флангировать. Там что-то, может, у них реально есть все-таки? Да нет, господи, кому оно надо? Это декорация. Вот то же самое, мост-то разобран. Его пришлось там тоже сдвинуть в сторону. Ну, сейчас увидите почему. Ну, вот опять же. Ну, здесь, кстати говоря, немножко треснуло сооружение. То есть, все-таки что-то вот с грунтами, с фундаментом. Ну, плохое это место. А вот, посмотрите, классика жанра. Вот большой блокгауз. Это в район станции Фоллер, где мост через реку Нойни. Большой, вот этот самый блокгауз. Вот опоры старого моста. А вот малый блокгауз. Посмотрите, как его хорошо подмыло. И он рухнул. И раскололся. Бетон настолько хорошего качества, что он раскололся равномерно по рабочим слоям. А так вот, как будто эти кубики разобрали и все. Ну, само собой разумеется, что мост пришлось перенести даже за большой блокгауз. Он оказался с другой стороны. Ну, вот, наверное, подобная судьба постигнет все-таки исторический Харбинский мост. Ну, потому что все непрерывно бороться со стихией. Это тяжело даже для китайцев. Хотя они, конечно, могут стихию поднять. Ну, дешевый, наверное, мост перенести. Вот снимок снятый, если не ошибаюсь, из окна поезда. Вот более крупно эта ситуация видна. С рухнувшим блокгаузом. Ну, и вот, эксклюзивные съемки, сделанные на хинганской петле, на петле Бочарова. Ну, здесь мы можем видеть, как выглядит брошенная железная дорога по-китайски. Ну, дело в том, что китайцы все-таки сделали спуск из тоннеля немножечко по-другому. От петли от этой они отказались, но на всякий случай решили сохранить. Ну, и вот, чтобы заброшенная железнодорожная ветка не сгнила, смотрите, они сделали бетонные шпалы. Они же не гниют, а рельсы немножко смазали. Вот это брошенная железная дорога. То есть очень грамотная консервация. Вот здесь как раз тоже сверху видно Г-образный блокгауз. Почему наверху нельзя делать ярус открытая парома? Ну, расстреляют сверху. Еще он же. Хорошая съемка. Это было вообще очень тяжело выбирать кадр. Это сделана подборка для статьи вопроса к истории фортификации. Выбрать было нельзя. Просто пришлось давать все, что есть. Потому что на каждом снимке вот этот объект, он выглядел чуть-чуть, но немножко по-разному. Объекты настолько хороши, что невозможно было пройти мимо. То же самое. А это хороший ракурс, как раз вот съемка примерно там же, где вот фотографировались русский часовой с китайским крестьянином. Но только здесь уже блага уже, а на том снимке их не было. Рядом уже проложили шоссейную дорогу. Вот тот же самый блокгауз, снятый с той же самой точки, как на американской фотографии. Ну вот этот, с двумя полубашнями, такая вот кривая восьмерочка. Один Г-образный, а другой вот с этими полубашнями. Вот снимок, где очень хорошо видно планировочное решение. Вот фактически постройка прямоугольная, а по диагонали посадили вот эти башни. Ну в результате поверхности все фланкируются. Все очень удачно. Обратите внимание, какая там замечательная растительность. Ну вот там даже березка где-то выросла. Природа похожа на нашу, но уж очень она такая пышная. Еще надо полагать, что растительность была еще и мокрая в момент съемки. Вот снимок из амбразура. Ну амбразуру закрывались железными ставнями. Вот петли вы как раз видите. Пулемету здесь было бы вполне комфортно на этом обширном подоконнике. И тоннель мог быть прострелан насквозь. Вот стрелковая галерея. Еще одна стрелковая галерея. Ну объект в общем-то доступен для осмотра, только попробуйте туда добраться. Вот снимок того товарища Киселева, который когда-то вот... Это Хинганский тоннель с восточной стороны. Вот одну полубашню он как-то сфотографировал, а вторую как-то вот не смог. Ну видимо, очень была неподходящая обстановка для съемки. Ну спасибо ему за то, что он сделал. Остальное мы подсмотрим из книжки Нилуса. А это апеллиск на высочайшей точке Хинганского перевала, построенный строителями. Вот в память о том, что они этот перевал прошли. Красивое сооружение. И заметьте, не из каких-нибудь габионов, а нормальная кладка, бутовая на растворе. Ничего не упадет уже, сколько лет стоит. Ну, это попытка наших коллег посетить эти самые блокграузы на тоннелях. Ну там, как видите, вполне нормальный быт китайской народной армии. Вот какой-то вождь чего-то говорит, вот какое-то войско марширует. Агитационный плакат в таком вот коммунистическом стиле. Ну, насколько я понял, уже странно-далек, если что, они дополнут сами. Ну, их попросили в тот момент ретироваться и съемки не производить. Ну, и они спали. А, ну... Минут через 10 вылезли. Ну, минут через 10, все же таки вылезли. Ну, место такое, кому оно надо, извините, там лазить. Вот, собственно говоря, по картинкам все. Ну, в качестве вывода можно сказать, что возможности Российской империи по военной экономике, по введению боевых действий Первой мировой войны, они все-таки последующими советскими историками, а других-то не было, они недооценивались. Вот смотрите, в ходе войны, вот страна, которая ведет войну на истощение, войну на выживание, смогла осилить вот такой огромный, гигантский фортификационный проект. Вот взяли и сделали. И в результате высвободили там три дивизии, которые ушли на фронт и были спокойно за стратегическую железную дорогу. Ну, примеров такого сорта, когда с помощью долговременных оборонительных сооружений освобождают живые войска, их в истории войн не так много. Ну, войну обычно строят полевку. Но, тем не менее, аналог ближайшей в советской истории есть. Это строительство рубежа Эжора под Ленинградом в 43-м году. Именно в 43-м, уже как бы в середине войны, когда сквозь блокаду по железной дороге, простреливаемой немцами, завезли цемент и с использованием материальной части, сохранившейся на складах во время блокады, вот сделали нормальные, полноценные, хотя и упрощенные доты. Посадили туда пулеметные батальоны, а, если не ошибаюсь, одну или две стрелковые дивизии вот освободили отнесение боевого дежурства на этом рубеже для того, чтобы использовать эти войска более активно. Ну, собственно говоря, вот об этом последнем фортификационном проекте Российской империи вот я и хотел рассказать. Если будут какие-то... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова